На первом этапе совместных учений десантники должны были произвести десантирование и захват аэродрома условного противника. Эта задача была выполнена. Главная цель все-таки выполнена. Организация и взаимодействие. Каждый понимает на своем уровне, что у нас в принципе нет особых рамок, которые могут быть в какой-то границе. Главная это цель. Если в первый день командование осуществлялось российскими военными, то во второй день на полигоне в Дубровичах командовали белорусские десантники. В этом и состояла задача подработки взаимодействий подразделений России и Белоруссии. Моя основная задача – организация управления командованием своими подразделениями батальона во взаимодействии и выполнении советских мероприятий с подразделениями Российской Федерации. Учения проходили по следующему сценарию. Условный противник нападает на дружественное сопредельное государство. Наши военные силами двух десантных батальонов из России и Белоруссии останавливают наступление противника и, дождавшись подкрепления, отбрасывают неприятеля к его границе. Командование приняло решение воспретить подход этих резервов противника для того, чтобы, скажем так, это осуществить. Были подняты два батальона. Второй парашютно-десантный батальон и 317 батальон отдельной парашютно-десантной республики Беларусь. Задачи справились. Противник был остановлен. Противник ушел обратно за государственную границу дружественного нам государства. Бронемашина «Дрозд» обнаружила противника, после чего передовая группа уничтожила разведчиков и, обнаружив огневые точки, закрепилась на своих позициях. После чего основные части нанесли первый удар по условному противнику и отразили его наступление. Артиллерия отработала по дальним целям, после чего в бой вступил резерв. Учебные стрельбы показали высокий профессионализм российских и белорусских подразделений. Все цели противника были поражены. Я, как командир батальона, могу оценить свой батальон и то, что я увидел в нашем братском, товарищеском, 317 батальоне. Скажу, что цели поражались уверенно, но оценку я сам себе, скажем так, поставить не могу. Надеюсь, руководство поставит оценку в короток не ниже хорошо. Учения прошли в дружеской обстановке. Белорусские десантники по достоинству оценили гостеприимство рязанских военных. Отлично чувствовалось. Погода хорошая, полигон отличный. Можно выполнять задачи, тренироваться, проводить учебно-тренировочные задачи. В ходе совместных учений десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия отрядов быстрого реагирования в смешанных группах, которые действуют в составе сил ОДКБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...